9 января в шоуруме Казанского Федерального Университета прошла лекция доцента физического факультета Московского Государственного Университета, известного астронома и популяризатора науки Владимира Сурдина. Тема поиска жизни и разума вне Земли актуальна как никогда. Ведь это действительно странно, если на Земле столько разных живых организмов, почему разумные только мы? Существуют ли внеземные цивилизации и когда связь с ними будет наконец установлена? Когда хотелось найти братьев по разуму. Вообще-то их вокруг нас снимало на Земле четыре. Нет, уже восемь миллиардов братьев по разуму. И, казалось бы, достаточно. Но мы ищем тех, у кого другая история, кто жил вообще не так, как мы на Земле. Мы не уверены, что получали сигналы от внеземных цивилизаций. Хотя на радиотелескопы иногда приходят странные сигналы. Они странные в том смысле, что они похожи на естественные, те, которые мы уже знаем от звезд, от галактик. Но смысла в них мы пока не находим. Кстати, сигналы от телевизионных радиопередач до космоса долететь не могут никак. Достигать других цивилизаций способны только волны от военных радаров, прощупывающих радиопространство Земли. Подобные сигналы получаем и мы. Несмотря на то, что в самих посланиях нет информации, именно они формируют такую гипотезу. Инопланетяне используют аналогичные технологии. Следят, не летит ли что-нибудь на их планете с одного континента на другой. Мы найдем братьев по-разному. И они выжили. Может быть, они нас научат, как выживать, обладая убийственными технологиями и при этом не применять их для уничтожения своей цивилизации. Это очень специально для того, чтобы они догадались, что мы все-таки разумные. Мы еще шифруем свои некоторые сигналы. Это редко бывает. Раз в несколько лет посылаем в космос определенные весточки. Отметим, что астрономия в России развивается очень активно. Рядом с Байкалом в Тукнинской долине уже установлены приемники коротких световых сигналов, способные ощущать еще и сигналы лазерные. Расчет показывает, что именно такие импульсы могли бы долететь до нас, самых дальних планет. Сейчас специалисты наблюдают за процессом.